Вы следите за войной, всегда ее анализируете. Мы всегда следим за тем, что происходит в Израиле и на Ближнем Востоке. Конечно, тоже вам всегда сопереживаем. Я думала о том, что мы начнем с нас, но потом появилась информация, которая касается уже вашего дома, поэтому я думаю, что это важно прокомментировать. Значит, в ближайшие дни, как утверждается, вы станете, мы весь мир, свидетелями еще одного сокрушительного удара по Израилю. Я хотела бы спросить, а какой был до этого сокрушительный удар, но мне не у кого. Об этом заявил заместитель координатора КСИРМ, бригадный генерал, вы прекрасно знаете, это Мохаммед Рязан Акди, вот такая вот угроза прозвучала. Насколько серьезно к этому относится, Григорий, у вас дома? Я знаю, что вы тоже, в том числе и на своем YouTube-канале, на который обязательно нужно нашим зрителям подписаться, анализируете ситуацию, все эти угрозы. Так это серьезно или это опять блеф? Ну, учитывая, что мы находимся в военной конфронтации с Ираном много десятилетий, учитывая, что за это время погибла масса людей, учитывая, что Иран за последнее время дважды пытался нанести катастрофический ущерб нашему государству дистанционными средствами огневого поражения, такими как баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, учитывая, что Иран задействовал в войне с нашим государством несколько своих прокси-сил. Я думаю, что подобные, конечно, угрозы нужно воспринимать всерьез. Другое дело, другое дело, что, как есть такая поговорка, я на украинском языке, к сожалению, его не воспроизведу, но по-русски это звучит так, да, что бодливой корове бог рогов не дал, да. Вот противостояние с Ираном, его горячая фаза последних месяцев, демонстрирует, что столкнулись две армии, армия Первого мира и армия Третьего мира, армия XXI века и армия XX века. Поэтому все эти громогласные заявления Ирана о том, что наше государство там подверглось сокрушительному удару, это, мягко выражаясь, очень далеко от действительности. Другое дело, что я не говорю о том, что этого удара не было, я не говорю о том, что к нему не надо готовиться. Любые угрозы врагов нужно воспринимать всерьез. Мы уже один раз на эти грабли наступили, 7 октября, мы проспали. Так мы на ошибках учимся, мы второй раз такую ошибку не совершим. Так что мы всерьез готовимся. Естественно, у нас самые совершенные, самые лучшие в мире силы ПВО, которые усилены на данном этапе нашими американскими партнерами и союзниками. Поэтому с Божьей помощью мы сможем отразить их ракетные атаки, а возможности наших военно-воздушных сил продемонстрированы несколько дней назад с жестокой для Ирана очевидностью. И если принять во внимание тот факт, что ПВО Ирана перестали существовать как род войск, то, видимо, урок не усвоен, то, видимо, придется вдруг горять, воздействовать на этот преступный режим. Кстати сказать, если разбирать цели, которые были поражены, я думаю, что украинскую аудиторию порадует тот факт, что уничтожен... Одна из целей, которая уничтожена, это завод по производству шахедов, так хорошо знакомых гражданам Украины, а три других цели – это заводы по производству ракет, а также ракетных двигателей, в том числе и тех ракет, которые планировалось Ираном продать, и Российской Федерации предоставить. Ну, конечно, как вы понимаете, не для того, чтобы поставить их в музей, а для того, чтобы обстреливать этими ракетами украинскую энергетическую инфраструктуру и другие цели гражданские. Так что я думаю, что результаты нашей атаки по Ирану должны быть милы сердцу и украинского народа. Тут, Григорий, знаете, я же не буду скрывать, я вам скрываю с корыстной точки зрения. Спрашиваю я о том, что происходит на Ближнем Востоке, потому что вы абсолютно правы. Мы заинтересованы в каждом вашем ударе, как никто и никогда, потому что все, что не достанется России, все не полетит к нам. Но при этом президент Зеленский буквально на днях, он в очередной раз сказал, что, возможно, это было и до нанесения этого удара, но он сказал, что сделка по передаче баллистических ракет, она приостановлена, но она же там не сорвана. А допускайте ли вы, что все-таки эти ракеты будут переданы? Потому что я не понимаю. С одной стороны, Иран все время угрожает вам. Мы видим, как он пытается наносить удары, с другой стороны, пытается еще и торговать с Россией, обмениваться, что-то передавать. На два фронта выходит сложно. Дело в том, что надо понимать, что те ракеты, которыми был нанесен удар по Израилю, и те ракеты, которые он планировал, Иран, продавать России, это ракеты разного класса. Это разные ракеты. Но Израиль нанес удар по нескольким ракетным заводам, которые выпускали разные ракеты. Другое дело, что вполне возможно, что есть какие-то запасы этих ракет, какое-то количество, которое уже там, ну, грубо говоря, по вот этой транзитной цепочке было передано и находится вообще, может быть, на территории третьей страны где-то. Ну, условно говоря, да? Такое же тоже может быть. Вот поэтому мы этого не знаем. Но то, что в целом ракетные возможности Ирана подорваны, это очевидный факт. Если, теперь, не если, а когда. Потому что, как заявляют американцы, по спутниковым снимкам очевидно, что иранцы готовятся к следующей ракетной атаке по Израилю, потому что ракеты выводятся на боевые позиции. У них до тысячи есть ракет примерно еще, которые теоретически могут достичь Израиля. Из тех, что у них осталось, потому что часть была израсходована, часть была уничтожена израильтянами в ходе атаки, которая была предпринята. Но тут есть еще один нюанс, который, как-то, вы знаете, не отражен был достаточно в СМИ. И как-то он, ну, вот у нас говорили в Израиле об этом, а вот насколько это было в украинских СМИ, понято в достаточной мере. Вот я хотел бы на этом сконцентрировать акцент. Дело в том, что одна из батарей, которые были уничтожены, батарей ПВО, это батарея С-400. Теперь, в 15-м году, как оказалось, Израиль и Россия заключили секретный договор, смысл которого заключался в следующем, что ни одна из сторон не предоставляет, не продает оружие современное третьей стороне, если она находится в военной конфронтации с одной стороны. Теперь, Израиль несколько раз ставил России на вид тот факт, что, допустим, вот в Сирии находили, или там на территории Ливана находили какие-то виды вооружений, которые относятся к понятию современное оружие, например, там ракеты противотанковые, корнет, модернизированные, например, ракеты класса земля-воздух, которые могут быть использованы против, скажем, полевой авиации, там, вертолетов и так далее. Вот, и каждый раз Россия, ну, уходила от этого, то есть невозможно было припереть к стенке. А вот сейчас есть факт, конкретный факт нарушения России этого договора в отношении к Израилю. И теоретически, ну, об этом в Израиле говоря, это слагает с Израиля обязательство выполнять свою сторону договора, если Россия его нарушила. И тут же, вот вы понимаете, насколько российская дипломатия, насколько она цинично, двулична и лжива по своей сути. Тут же Россия предлагает Израилю посредничество в регулировании ситуации в Ливане, что туда войдут российские миротворцы. Ну, знаете, уже вот как бы российские миротворцы, это уже даже, вот фраза, она в своей структуре, ну, какую-то подлую иронию содержит. Я не знаю даже, как реагировать на эту фразу российские миротворцы, да. Вот, но тем не менее. Так вот, я не исключаю, не исключаю, что в результате этих вот всех событий, возможно, будет принципиально пересмотрена политика израильского правительства в отношении продажи Украине современного израильского оружия. То, знаете, Григорий, я бы еще напомнила о том, что израильские солдаты, которые там заходили и разгромили позиции Хезбаллы в Ливане, они ведь и там находили самое разное российское оружие. То есть, по сути, это действительно там планомерно вся шла, это весь этот процесс... Нет, там, там, и этого оружия было такое количество, такое количество, что наш премьер-министр Бенемин Натаньяу даже этот вопрос осветил в рамках своего интервью французской газете «Ла Фигаро». Но, вы совершенно справедливо отметили это, но там было оружие как бы тактическое, да, то есть там было оружие, вот эти корнеты, о которых шла речь, там стрелковое оружие, снайперские винтовки, противотанковые мины, вот такого плана, там, наплечные ракеты и так далее. Ну, а здесь мы имеем дело с установкой С-40. Ну, во-первых, это невероятная пощечина по российскому военпрому, да, то есть их там лучшая установка, израильтяне ее просто в сухую разгромили, сожгли и все, как бы, да. А с другой стороны, ну, если Россия предоставляет врагам Израиля современное ПВО, что тогда мешает Израилю продать Украине современные израильские средства ПВО, да, ну, и посмотрим, чье ПВО лучше, да, в поле две воли, как говорится. Да, если меня не изменяет память, то мы тоже уничтожали на территории временно оккупированного полуострова Крым установки С-400, это действительно большое достижение. Но если, Григорий, подняться, так немножко, да, может быть, это сложно будет, но над вашей войной, над тем, что происходит на нашей территории, ведь, по сути, наши с вами партнеры, вам они намного ближе, они, начиная с первого дня полномасштабной войны, смотрели за тем, как ось зла становилась сильнее. И все не замечали, все делали вид, ну, что такое Иран, ну, под санкциями находится, что такое Северная Корея, до тех пор, пока не закончилось страшным нападением на Израиль, где, мне кажется, абсолютно уже не остается пространства для фантазии, есть там Россия или нет России. Есть. Сейчас это история, которая будет перебрасываться так или иначе на корейский полуостров, и тоже невозможно игнорировать саму историю того, что вот они становятся сильными. А вам достаточно реакции мира на то, как они отражают эту опасность? Можно ли сказать, что ось добра, мы ее так очень условно называем, куда входят, конечно, и Израиль, и Украина, имеет возможность оказывать равноцельный ответ, наносить такие же удары, ведь и вас, и нас все время ограничивают. Давайте разберемся в том, что вообще в мире происходит. Вот условно говоря, ну не привязывайтесь к терминологии, но вот есть англосаксонская модель устройства общества, экономическая, политическая. И Израиль как государство, оно находится в форматоре этой англосаксонской модели. Вот понятие западных демократий. А есть Украина, которая условно и 20 лет назад, ну примерно, опять же, не цепляйтесь бы к датам, сказала, по сути, сама себе, миру, России, мы будем двигаться вот в сторону западных демократий, вот в сторону англосаксонской модели. Нам вот с Россией, с точки зрения устройства общества, не по пути. Ну, по сути, вот так, да? И то, что мы видим, вы говорите ось зла, а что это за ось зла? Это государство, Россия, Северная Корея, Иран. Это государства, которые обанкротились с точки зрения своих альтернатив общественной модели, а все эти государства, они, по сути, являются либо фашистскими, либо фундаменталистскими. Они пытаются вооруженным путем добиться ревизии общественного устройства и ревизии распределения общественных благ. Несмотря что они обанкротились в экономическом, в политическом, в социальном отношении, они пытаются оторвать себе кусок силы оружия. Стало это возможно только по одной причине, что Запад, коллективный Запад, не имеет сегодня лидеров подобного масштаба, как Рейган, как Черчилль, как Маргарет Тэтчер. Вот такого масштаба лидеров там, к сожалению, нет. Поэтому, поэтому и на Украине, и на Израиле лежит сегодня колоссальная ответственность. Фактически, наши оба государства, являются форпостами западных ценностей, западной демократии в борьбе против вот этого вот расползающегося зла, который пытается захватить мир настолько, насколько у них будет на это синий. И я говорю простую вещь. Если Запад, коллективный Запад слава, а мы оказались на переднем крае этой борьбы, это говорит лишь о том, что из этого вывода, который напрашивается, что нашим государствам нужно объединиться в этой борьбе. И если нам удастся объединиться и притянуть к себе те здоровые силы, которые и остались еще в Европе, например, такие государства, как Чехия, такие государства, как страны Балтии, такие государства, как, возможно, Польша, и если в итоге образуется некий союз государств, действительно либеральных, в хорошем смысле этого слова, в изначальном, либеральных, значит, отстаивающих понятие свободы, то, что изначально в это слово вкладывалось, то, возможно, и Запад начнет иначе нас воспринимать. Если мы будем объединены в какой-то военно-политический союз, и коллективный Запад, и великие страны Запада начнут иначе к нам относиться. Я эту идею пропагандирую уже несколько лет, задолго до того, как у нас начались наши кровавые события, потому что я сказал, когда Россия напала на Украину, это не война между Россией и Украиной, это война, Третья мировая гиперидная война, и в нее будут втянуты огромное количество стран, и нам не удастся отсидеться в стороне. Я это понимал еще тогда. Но будут такие страшные события, я знал, что будут такие страшные события этому сопутствию, всей этой ситуации, но то, что нам не удастся остаться в стороне, я это понимал прекрасно. Григорий, у вас все плюс-минус очевидно. Хизбалла – это прокси Ирана, ХАМАЗ – точно так же прокси, которая спонсируется и поддерживается Ираном. Что такое Северная Корея для вас в данный момент, которая находится на территории Российской Федерации, то есть, по сути, там есть какие-то договора про сотрудничество, которые есть и с Ираном, взаимной безопасности. Но, скорее всего, даже мы же не говорим о том, что северные корейцы будут самостоятельны, и вот они там будут выполнять какую-то свою миссию, которую им направил Ким Чен Ин. Они будут, конечно же, управляться российскими генералами. Так можно сказать, что это прокси-армия? Нет, Северная Корея – это не прокси-армия никакая. Это одна из стран, которые составляют ось зла. И Северная Корея – такой же враг для Израиля, как Иран, как Российская Федерация, потому что вот когда наши войска зашли в Ливан, они нашли там оружие, страны-производители – Северная Корея, Иран, Российская Федерация. Когда наши войска зашли в Газу, то же самое они там обнаружили. В том числе, кстати, между прочим, российский завод по производству Калашниковых, который купили по лицензии у Российской Федерации хамасовцы. Далее. Кто строил эти все пещеры Ливанцам и в секторе Газы? Северно-корейские инженеры строили это все. Поэтому это уже не секрет, это уже документация найдена, доказательства. Ну, я же говорю, Третья мировая гибридная война, и, ну, понятно, кто по какую сторону баррикад. И понимаете, в чем дело? То, что политики в Украине и в Израиле, политики, истеблишмент, не осознали до сих пор, что мы в одной лодке, так мы, вот, гражданское общество, Израиль и Украина, должны политикам нашим это подсказать, если они чего-то недопонимают. Это задача гражданского общества, демократическому государству. Поэтому я и выполняю, как свободный журналист, в этом отношении свою функцию, как мне видится. Мы с вами в этом плане всегда абсолютно солидарны, и, конечно же, нам бы очень хотелось союз какой-то вот такой вместе с Израилем иметь. Но смогли ли вы разобраться, Григорий, а что больше в присутствии северокорейских войск? Это больше про войну, про пиар, про политику, потому что, как правило, что делают военный преступник Путин и Россия? Их там нет, нас там нет, да. Это не северокорейские войска, это там кто угодно. То есть, когда ему выгодно, он всю информацию скрывает и утаивает. Здесь на Красной площади они фотографируются, в сеть выкладываются все эти видео, как они тренируются. В общем, потом он сам комментирует, говорит, ну да, спутниковые снимки, ему нужно доверять, это же целые спутниковые снимки. То есть, по сути, вся эта информация намеренно вбрасывается. Мы отдельно можем поговорить там о дееспособности, боеспособности этой армии, но какую функцию сейчас они, в принципе, должны выполнять? Слушайте, ну, израильские представители как бы силовых структур признают наличие двух бригад на территории тех регионов Российской Федерации, куда вторглись украинские войска, то есть там условная Курская область, да, там находятся две бригады корейские, которые позволили перебросить российские войска с того направления на Запорожское. Ну, это израильтяне признают. Тут, знаете, как бы отрицать можно все, что угодно. Можно отрицать, что установку С-400 разбомбили израильские войска, израильские ВВС в Иране. Тоже можно отрицать, но есть факты. Но я вам хочу сказать, я не уверен, что в долгую эта вот вся история, она принесет России, скажем так, не факт, что она принесет ей больше пользы, чем вреда. Объясню, почему. Очень резко отреагировала Южная Корея. Южная Корея, да. А Южная Корея это один из гигантов военной промышленности. Южная Корея производит практически все виды вооружений, все. это мощнейшая индустриальная держава. Если в результате этих событий Южная Корея предоставит Украине свои виды вооружений, во-первых, это оружие высочайшего качества, оно не уступает по качеству ведущим производителям западных стран, а насколько западное оружие, условно западное, понятно, что Корея не западная страна, восточная, но это так, условный термин, насколько западное оружие в целом превосходит, допустим, оружие иранское или российское, но эта война уже продемонстрировала многократно. Смотреть, мои слова ранее, пара уничтожения С-400, которые, как бы совершенно справедливо были, заметили, были уничтожены эти установки и украинскими войсками, и израильскими войсками, которые и те, и другие войска использовали так, ну, условно называемое западное оружие, вот, современное, да, 21 века. А эта установка С-400 только вот по российским характеристикам официальным она соответствует, да, на самом деле это хорошо покрашено С-300. Ну, так, знаете, если просто объяснить. Вот, поэтому, если в итоге Северная Корея пошлет свои войска, а Южная Корея пошлет на театр военных действий свое оружие современное, я не знаю, кому будет этого хуже, Россия или Украина. Но мы говорим, Григорий, все-таки о важном это живая сила. Я думаю, что тоже не секрет, наша война, она прозрачная, она в прямом эфире. Мы не можем конкурировать с Россией количеством живой силы. Во-первых, потому что мы не хотим воевать людьми, мы хотим воевать роботами, дронами, чем угодно, только чтобы люди не гибли. То есть в России есть достаточно своего мобилизационного ресурса и резерва достаточно. Ну и плюс северокорейский, да, это еще плюс. То есть вот этот фактор человеческий, он тоже на нас давит? Так я именно это я вам и сказал. Если вы в результате получите южнокорейское оружие, это будет тот вот элемент технического и качественного превосходства, который... Почему до сегодняшнего дня вообще мы с вами разговариваем, почему там сапог российских оккупантов не попирает кричатник в Киеве? По одной единственной причине, потому что украинские войска лучше воевали над, по крайней мере, тактическо-оперативным уровнем, так уж точно в течение этой войны. Превосходство на тактическо-оперативном уровне достигалось за счет нескольких факторов. Один из этих факторов на каком-то этапе войны был предоставление западам, коллективным западам, современных западных видов оружия, которые позволили добиться вам качественного превосходства. Были разные этапы войны, понятно, что не в первые два месяца, когда вам, кроме джибелинов и байрактаров, никто ничего не давал. Но никто не предполагал, что ваша армия будет драться настолько эффективно, что вы выстоите. Потому что все западные аналитики считали, что в течение двух недель вы будете раздавлены. Этого не произошло по многим причинам, в том числе из-за беспримерного мужества ваших войск, вашего народа и качественного управления войсками, качественных тактических приемов, которые применялись. А потом вступило в дело западное оружие. И, кстати, между прочим, я хочу напомнить одна из причин, почему захлебнулось российское первое летнее наступление, когда они решили закончить за летнюю кампанию все дело. Потому что появились хаймерсы. И 20-25 установок хаймерса решили судьбу этого наступления. Поэтому, да, я с вами совершенно согласен. В данном случае, если Южная Корея примет стратегическое решение насытить вашу армию современными строительствами вооружений, то это будет очень-очень серьезным аргументом войны. Когда мы общаемся с нашими военными, и когда ты спрашиваешь, а что нужно для фронта, то первое, что они говорят, это, конечно, люди, а дальше это идет вооружение и снаряды. Все, что мы получаем, это действительно западный мир, основа основ это Америки. И если Южная Корея нам будет помогать, это, конечно, будет невероятное усиление. Но на сегодняшний день Григорьева, The Economist, написал о том, что США больше не могут оказывать военную помощь Украине без принятия на себя серьезных рисков в других местах. По сути, мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки возможно меньше, я не знаю, как правильно сопоставить, но они помогают Израилю. Это тоже идет определенная часть их вооружения. Ну и, соответственно, нам. Помощь большая, и все это в преддверии президентских выборов. Как вы считаете, это объективная действительность, когда заканчиваются военные возможности? Потому что очень часто, например, республиканцы нам в эфирах говорят, а вы что, там в пустыне вот стоят все эти там самолеты, Хаймарсы, куча всего, там еще они даже не начинали открывать свои склады. Но Изои Кономист пишет, что нет, но кажется, что помощь уже там обмельчала в своих масштабах? Ну, во-первых, давайте справедливости ради скажем, что, конечно, военная помощь Соединенных Штатов и Израилю, она колоссальна, как и Украине. Как и Украине. Но это совершенно разные виды номенклатуры, как бы, да, военной. То есть это совершенно разные виды вооружений. То, что дают нам и вам, это, ну, нету, очень мало здесь таких вот перехлестов, я бы сказал, это первое. Второе, ну, серьезно, как бы, американцы еще не начинали. То есть американцы, я не знаю, по каким причинам, но они не пошли по пути милитаризации своей промышленности, деконсервации своих там складов, действительно, они могли бы, слушайте, ну, если бы было принято принципиальное решение, они могли бы давным-давно насытить вашу армию без всяких там ущербов для себя, достаточного количества вооружений, чтобы вы закончили дело за несколько месяцев. Я вам больше скажу. Если бы все то, что получили вы за два с половиной, почти три года войны, вы получили бы за первые полгода, то дело было бы кончено. Российская армия была бы разгромлена. Я не знаю, какие политические причины заставляют американцев действовать так, как они действуют. Ну, я могу предположить, там, есть из истории конфликтов, мы знаем, из истории войн, что вот в Америке есть такая политическая школа управляемости конфликтов, когда они там пытаются не то, что помогать обеим сторонам, а вот как бы играть на двух чашах весов, да, вот маневрировать таким образом. Но это мои домыслы, я не знаю этого. Я не знаю, почему американцы так себя ведут. Но то, что они могли бы, если бы они хотели, закончить этот вопрос, то это совершенно очевидно. И да, действительно, можно было расконсервировать то, что у них стоят там в пустынях. Это было бы не самое современное оружие. Но это намного, намного лучше, чем ничего. Как правило, нам говорят, что причина вот этой управляемости конфликта или управляемая эскалация, это все-таки страх ядерной войны. Хотя, ну, казалось бы, да, Иран это тоже, или там предшаговая страна, обладающая этим оружием. Ну, в общем, никто не понимает, что на самом деле они получили от Российской Федерации, но принцип действия совершенно другой. С Россией это всегда осторожно вы что вы что, нельзя бить в тыл, нельзя использовать американские ракеты, потому что все это будет эскалация. И Путин, который начал эту тему, сейчас он с большим удовольствием продолжает на ней паразитировать еще больше. Сегодня по видеосвязи военный преступник из Кремля провел еще одну тренировку, она не первая, только за этот год, ядерного вооружения, они называют это ядерным сдерживанием. Герасимов, глава генштаба, докладывал о том, что к тренировке стратегических сил привлекались ракетная подлодка, комплекс ЯРС и два стратегических ракетоносца. Вы знаете, что есть еще эта тема с изменением ядерной доктрины и не только. Может быть, это как раз аргумент последней такой инстанции, которую Путин будет бесконечно использовать. У него есть ядерное оружие, его очень много, Украины нет, Запад его боится. Вот, собственно, и весь залог успеха. Я задам вам простой вопрос. Какое государство сильнее? Вот вы не военный эксперт, не военный историк, не военный человек, вы журналист. Да, я задаю простой вопрос на уровне обывателя. Какое государство сильнее? Современная Россия или Советский Союз формата 60-х годов? Советский Союз. Ну, очевидный ответ, да? Ну, просто хотя бы даже потому, что в Советский Союз помимо России входила в том числе и Украина, формата тех времен со своим огромным промышленным потенциалом. И когда единственный раз была ситуация, что мир был поставлен на ядерную карту, да, это Карибский кризис, бескомпромиссная и жесткая политика Соединенных Штатов заставила Хрущева, который был, ну, как вам сказать, он был не Тургеневская барышня, так, ну, мягко выражаясь, да, поджав хвост, убраться с куклы. Вот когда-то Черчилль сказал, что с Гитлером нужно разговаривать только языком бронированного кулака. Вот с Россией современной формации путинской можно разговаривать эффективно только языком бронированного кулака. Любая попытка там найти компромиссы, какие-то там вот виляния хвостом, это все никогда не найдет отклика и понимания, будет расценено как слабость. Если Запад это не поймет, то всему миру не поздоровится. Я надеюсь, что Запад на каком-то этапе это осознаю. Я вот, знаете, Григорий, буду вас уже от войны отводить в политику, но по сути, когда мы с вами посмотрим направо-налево, все выборы, которые прошли и которые еще будут, там нет у Черчилля на горизонте, там останутся все те же самые. И я понимаю, западные страны, они очень боятся потерять все то, что они накапливали, создавали и строили годами, и сейчас какая-то война, какие-то ядерные удары, но ничего не изменится. По сути, и вы, и мы будем еще какое-то время в той же политической парадигме. Сохранять оптимизм, но я еще раз повторяю, я понимаю, что мои слова сейчас, может быть, звучат как такой наивный, может быть, такой посыл, да, однако я просто, опять же, основываюсь на знании военной истории. Вот я действительно, вот то, что удается Израилю и не удавалось до сегодняшнего дня в Украине, в определенных ситуациях Израиль, будучи абсолютно зависим политически от Америки, ну, в геополитическом отношении, определенными действиями мог принуждать Америку к определенным там, к определенной степени поддержки, просто навязывая свою повестку. У Украины такое, как правило, не получалось, ну, по разным причинам. Однако я еще раз говорю, если бы Украина и Израиль и Чехия и страны Балтии и Польша объединились бы в один политический союз, это была такая бы уже сила и такая мощь, которую бы Запад, такие страны, как Великобритания, Соединенные Штаты, Германия, Франция, не смогли бы игнорировать. Не смогли бы игнорировать, понимаете? И, возможно, удалось бы навязать свое видение ситуации, а то, что видят в Чехии, не видят в Вашингтоне. То, что видят из Риги, не видят в Вашингтоне. То, что видят из Хельсинки, не видят в Вашингтоне. Российские танки, они будут давить не американские укрепрайоны, а финские, эстонские. Понимаете? Поэтому вот такой союз, я еще раз говорю, он мог бы абсолютно изменить правила игры. Я уже не говорю о том, что сам по себе он был бы колоссальной военно-экономической силой. Ну, опять же, я понимаю, что многие скажут, ну, он какой-то сумасшедший идеалист, он говорит какие-то вещи, как говорили наши прабабушки и прадедушки, когда-то Халоймыс, жители Одессы меня поймут. Но представьте себе на секунду, что на территории Чехии производилось бы оружие совместно Украины и Чехии и Израилем. Производилось бы вооружение в промышленном масштабе, самое современное, которое бы насыщало армией этих стран и продавалось бы еще на экспорт. Представьте на секунду, что сырье украинское, которым богаты Ваши недры, использовалась бы израильская военная промышленность. Представьте на секунду, что израильские летчики защищали бы Ваше небо. Ну и можно этот список продолжать бесконечно. Это была бы несокрушимая военно-политическая сила. И экономическая, кстати, тоже. Тут у нас есть с вами один из представителей Западного мира, по сути, который показывает о том, почему не хватает на Западе вот того самого Чехилля условного. Потому что есть люди, которые придерживаются позиции, что они могут и вашим, и нашим. Я сейчас говорю про генсека ООН Гутерреша. То, что делает Израиль... Не-не-не-не, там никаким вашим, нашим. Ну о чем вы говорите? Человек террорист профессиональный. Ну что вы, какие ваши наши? Естественно, но при этом он же говорит, а нет-нет-нет, вы что там замерили? Нет, слушайте, вы вот, кстати, я хочу раскритиковать вашего президента. Я хочу раскритиковать его. Вот он не пустил господина... Она хотела похвалить, а вы хотите раскритиковать. Нет, секунду. Не-не-не, подождите, не перебивайте меня. Вот представьте, он как... Вот опять, вот недоработка, политическая недоработка. Вот не пустил он его в Украину, а надо было пустить. Ну и подарить ценный подарок. Подарить ценный подарок. Можно было подарить пейджер. Можно было подарить Гутерреша пейджер. А где... А я вам скажу, если потом вот закончится... Я вам дам телефон, где можно заказать. Пейджер для Гутерреша. Представьте, Зеленский подарил Гутерреша. А потом... А кто же это сделал? А кто... Вот, понимаете, недоработка, недоработка. Вот. Ну что... Послушайте, человек был близкий друг Ясера Арафата. Ну, на человеке пробы ставить негде. Человек профессиональный террорист. Ну, о чем мы говорим с вами? Ну, какой он? Ну, вот организация УМРа, вот в Израиле сейчас она запрещена, которая должна была заниматься... Это, ну, скажем, филиал ООН. Она должна была заниматься решением гуманитарных задач на территории Палестинской автономии сектора газа. Ну, израильские спецслужбы предоставили сотни, сотни доказательств, что члены этой организации занимались террористической деятельностью, входили в организацию ХАМАС и участвовали непосредственно в резине 7 октября. Одного из этих, значит, бойцов нашей спецслужбы грохнули. Гутерреш выразил соболезнование, что погиб его коллега. Ну, так он правду сказал. Так надо, ну, Пейджер, вот Зеленский бы Пейджер подарил ему, и все бы вздохнули свободно после этого, лучше вздохнули. А Путин бы расстроился. Путин бы расстроился, что его, понимаете, и вот. Кстати, между прочим, Путин очень переживает в последнее время, это я вот знаю тоже по определенным там каналам, потому что считалось, что вот бункер, в котором сидел Насралла, это бункер, который лучше, чем у Путина. Самый был защищенный бункер в мире. 80 метров под землей. А Насраллы даже частей тела не нашли. Оплавленный жетон. Вот представьте, какая незадача. Незадача. Это правда, мы тоже обсуждали с политической точки зрения, что теперь бункер это не является синонимом безопасности, произойти может что угодно. Но я говорила, Григорий вспомнила про Гутерреша к тому, что он ведь там жал руку Путину, потом он будет жать руку западным политикам, он жал в свое время руку президенту Зеленскому, и эта рука ему не отсыхает. Ему абсолютно все равно, но я уже вспоминала, что на самом деле история циклична, потому что во время Гитлера была глава Международного Олимпийского комитета, которому очень нравилась Олимпиада в Берлине. Он говорит, классно сделали, давайте через 4 года сделаем зимнюю. Ему говорили, так подожди, Чехословакия оккупирована, он говорит, Олимпийский комитет вне политики. И Гутерреша это современная такая реинкарнация. И я не знаю, как вам историку следить за всеми перипетиями политическими, но вы же знаете, что все сговоры, все мирные соглашения, которые тогда, во времена Второй мировой войны предлагались, они по сути возвращаются сейчас на круги своя к Украине. Нам тоже предлагают в обмен территорий, безопасность, вот это вот все. Как вы воспринимаете эти инициативы, как вы воспринимаете эту политическую наивность? Люди просто историю не читали? Ну, вы уже один раз подписали Будапештский меморандум. Ну, вы кто? Я в тот день отсутствовала. Нет, я имею в виду не вы конкретно, а Украина как государство. Послушайте, ну, в этом отношении вот как раз израильтяне тоже на эти грабли наступали. Все вот эти международные гарантии, что... Слушайте, ну, вот сейчас войска ООН в Южном Ливане должны были являться буфером между Хизбаллой и Израилем. Они не только не выполняли... 10 тысяч штыков, это почти дивизия. Они не только не выполняли свои функции, они не только не воевали с Хизбаллой, да, они должны были по идее ее оттуда вышвырнуть. Они еще своей дислокацией прикрывали инженерные работы Хизбаллы по подготовке плацдарма для вторжения в Израиль. За деньги. Просто их просто тупо купили за бабки. А Гутерреш об этом знал. То есть он был в доле. Понимаете? Он был в доле. Ну, о чем мы можем... Какие международные... Послушайте, ну, это все... Теперь, я вам хочу сказать такую вещь. Вот в Украине и в Израиле мы молодые нации, израильтяне и современные украинцы. Не надо мне там рассказывать сказки там про киевскую рюс. Я тоже про царя Давида могу рассказать вам. Он 3000 лет назад жил. Но я же не говорю, что современные израильтяне это вот как бы давайте опираться на следствие царя Давида. Мы молодые государства. Нам там порядка 80 лет, вам там 30 с небольшим. У нас не сложилась политическая традиция еще в той степени, допустим, как у британцев или как у французов. У нас не сложилась, может быть, какая-то политическая культура. Мы многому учимся. Учимся на ходу. Учимся в условиях войны. Нас очень много объединяет. У нас темперамент схож у израильтян и украинцев, кстати, между прочим. Чувство юмора похоже. И так далее. Много очень общих черт. Так вот, к чему я все это говорю? Понимаете? Надо учиться на ошибках. Делать выводы. Делать выводы. И вот украинцы, вот я понимаю, что территорию отняли, и очень это обидно, и горько, и людей поубивали сотнями тысячи, и все это ужасно. Но когда я слышу от украинцев, что наша задача возвращения территорий, я смеюсь и над украинцами, и над израильтянами. Я смеюсь. Потому что, когда мне говорят, что наша цель в Южном Ливане отодвинуть Хизбалу на 20 километров, то это просто смехотворно. Целью Украины должно являться изменение политического режима в Москве. Пока в Москве находится у власти фашистская хунта, вы не будете жить в безопасности. Пока в Тегеране будет править исламский фашизм, мы не будем в безопасности. На 20 километров мы отодвинем Хизбалу, или на 15, или на 25. Вот в чем корень проблемы-то. То есть, надо стратегически смотреть на это. Поэтому я и говорю, ну а кто лучший друг Путина? Тегеранские вот эти вот безумцы. А кто лучший друг тегеранских безумцев? Владимир Владимирович. Поэтому сложились тут, мы хотим этого, не хотим. Фронт сложился. Вот мы по одну сторону. Чем мы раньше это осознаем, чем мы раньше начнем драться плечом к плечу, тем хуже будет нашим врагам. Послушайте, ну я знаю, что в российской разведке есть целое направление вбить клин между Украиной и Израилем. Но если это понимают в российской разведке? Я хочу, Григорий, с вами еще зайти на такую территорию, на такую тему, где я предполагаю, что уже очень многие мои коллеги потоптались. Но тем не менее, в Украине очень часто говорят о том, что мы очень хотим быть как Израиль. Но что это означает? Мы хотим вашу систему противовоздушной обороны, мы хотим ваши самолеты, мы хотим ваше оружие, но при этом самое главное вот это осознание того, что ты либо существуешь, либо тебя убьют, либо воюют все, либо ничего не будет, оно не приходит. Ну вот такая вот она ментальность, вы сами сказали о том, что действительно молодое государство. У вас открытые границы, у вас есть авиасообщение, вылететь, влететь в Израиль можно абсолютно легко, это могут сделать и женщины, и мужчины, но при этом все по первому зову опасности для государства, для народа, все возвращаются, вот эти дорогущие билеты, купленные там на последний самолет, звезды кинутые в Америке, это все то, что нас восхищало, и для меня, как для журналистов, для меня, как для украинки, очень важно понять, что я могу сделать, что я должна сказать, как повлиять на свое общество, чтобы это было не из-под палки, чтобы мы могли тоже открыть свои границы и не бояться, что завтра я тут последним буду гасить свет, что мы должны пройти, или может быть еще слишком мало времени, чтобы мы вот жили, существовали в таком же режиме, как Израиль? Ну, вы знаете, вы задали важнейший вопрос, этот вопрос намного важнее, чем оружие системы ПВО. Когда был создан Израиль, у нас не было никакого оружия, и люди сюда приезжали в 1948 году, и некоторые погибли через 2-3 дня после того, как они сошли с корабля, но люди сюда приезжали для того, чтобы умереть за эту страну. Я сейчас это говорю для того, чтобы превозносить героизм или патриотизм израильтян. Давайте разберемся в современных причинах вот этого поведения наших граждан. Дело в том, что выстроен диалог между властью и гражданским обществом. Выстроены правила игры. Израильский гражданин знает, что если он идет в армию и с ним там что-то случится, то за него встанет вся страна. Мы сейчас утюжим газу и возвращаем ее в каменный век, в кровавый щебень, потому что мы требуем вернуть наших людей назад. Это главная причина войны, это главное, я подчеркиваю, я настаиваю на этом, это главная причина войны, требование вернуть наших людей. если израильский солдат попадает в плен, он знает, что за него будут бороться. Если израильский солдат ранен, вот у нас 12 тысяч раненых, а знаете, кстати, сколько погибших, включая потери 7 октября, чуть более 700 человек, 1 к 15. Это вообще невиданные цифры, просто я вам как военный медик это говорю. Таких соотношений не бывает, мы это добились, почему вкладывали усилия, деньги, средства, знания, еврейские мозги, чтобы дать возможность нашим солдатам остаться в живых. Понимаете, армия это социальный лифт, вот для меня в свое время офицерские курсы это была путевка в жизнь. Армия это почет, это уважение. Вот у меня дочка сейчас служит в армии, она приходит в магазин, ей в лавку, просто в лавку, в обычную лавку, ей продавец делает скидку, потому что она в форме пришла туда. Вот это начинается с бытового уровня, а заканчивается государственной политикой. Когда у нас есть резервисты, которые по четвертому кругу их призывают, и люди не отказываются в большинстве, бывают, конечно, случаи разные, а я, допустим, три года назад по возрасту перестал делать резервистские сборы, закончил в силу возраста, так я пытаюсь призваться, я не могу, потому что слишком много желающих, невозможно всех абсорбировать в рамках армии, мне говорят, подожди, ты в списке ожидания, вот когда освободится место, мы тебя призовем, если будет необходимость. Понимаете, поэтому я сейчас говорю, что, конечно, израильтяне патриоты и все понятно это, но это основано на политике государственной. Если человек ранен, то будут его лечить самые лучшие врачи, самые лучшие доктора, реабилитологи, сделают ему, если он потерял конечность, протез, дадут ему пенсию достойную, на которой он сможет жить по-человечески, и он будет окутан уважением и почетом и любовью общества и заботой и так далее. И у нас бывают промахи здесь, и бывали у нас страшные социальные случаи, известные но не хочу приводить примеры, потому что неинтересно нашим слушателям настолько в такую резолюцию входить, но мы из этого извлекаем уроки, и мы меняем к лучшему в этом отношении наше общество. И у нас острейшие проблемы в обществе, у нас, например, есть такая проблема, что представители ультра-ортодоксального сектора, евреев верующих не служат, и вот это тоже острейшая политическая проблема. Кстати, далеко не все, это только ультра-ортодоксы, и то не все. Среди них есть те, которые служат. Тут недавно передавали, освещали события 7 октября, так там была ишива, как раз состоящая из того направления ультра-ортодоксов, которые служат в армии. Так на эту ишиву напали террористы, там оказалось, что все молящиеся были вооружены, они дали такой залп, что террористы понесли потери и развернулись и сбежали оттуда. Вот, понимаете, поэтому я к чему это все рассказываю, что вот тот патриотизм, который проявил украинский народ, когда началась война, а это был патриотизм, который потряс весь западный мир. Я на этой формулировке настаиваю. Он должен был вашей властью быть взлелеен, как драгоценные плоды, которые вот, семена, которые засеяли в почву. Понимаете, это было намного важнее, чем западное оружие, поверьте. Побеждает не оружие, побеждает люди на поле боя. Оружие еще никого никогда не победило. Побеждает человек, который это оружие использует. И когда Голда Мэйр, уроженка Киева, в 1948 году приехала в Америку просить у американских евреев деньги, то она сказала, мы приняли решение драться. И мы будем драться даже палками и камнями. И от вас зависит, что будет в наших руках. И американские евреи раскошелились и дали деньги. Тогда. Понимаете, поэтому вам предстоит пройти этот путь. Вам предстоит выработать механизмы взаимоотношения между властью и народом, чтобы народ понимал, что он воюет не за власть, а он воюет за себя. И власть должна быть ему за это благодарна. Вот у нас это так. Со всеми минусами, недоработками, проблемами, но принципиально это так. И вы должны такую же модель вот у себя внедрить. А то, что украинцы умеют воевать превосходно, превосходно, это я вам говорю как человек, который обучал ВСУ еще в 15-м году. Я надеюсь, что эти слова услышаны, потому что это действительно недостаточно восхищаться кем-то, хотеть-ка кто-то. Хотите, берите и делайте. Вот вам, пожалуйста, пример. Но вы правы, когда говорите, что это и про государство в том числе, это то, чего нам очень сильно не хватает. Но я надеюсь, что слова перейдут в действие. Григорий, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Спасибо большое за то, что вы нашли для нас время пообщаться. А всем нашим зрителям я напоминаю о том, что Григорий Тамар ведет свой YouTube-канал, на который нужно обязательно подписаться и отслеживать очень интересную аналитику. Спасибо вам большое за этот час, Григорий. Мы будем с большим удовольствием ждать вашего возвращения. Всего хорошего. Удачи вам.